Знаете, какой продукт содержит рекордное количество витаминов и микроэлементов? При этом в 100 граммах этого продукта всего 6 килокалорий. Об этом великолепном источнике здоровья, сил и долголетия расскажут мои любимые эксперты, диетолог Светлана Фуз, Костя Грубич и Сергей Калинин. Какая прекрасная компания собралась, и всё для того, чтобы рассказать о преимуществах этого необыкновенного продукта. Какого необыкновенного продукта? Ребята, вы же мне ничего не говорили. Денис, скажем, это настоящая интрига, поскольку я сейчас вместе с вами буду участвовать в эксперименте по определению, что это за продукт. Ну, надо пробовать. Цю страву зараз посмакуют уси гости. Смочного. А кроме того, я хочу сказать, что это продукт практически витаминно-минеральная натуральная таблетка. То есть содержание витаминно-минералов в этом продукте очень высокое. Давайте угостимся, мои дорогие. Я так понимаю, что это джем. Ты готовил? Конечно. Тогда я бесстрашно пробую. Что-то зелёное. Ну, зелёных ягод и фруктов у нас не так много, поэтому мы сейчас с лёгкостью, да, угадаем. Давайте пробовать. Какой необычный вкус. Сладко. Ну, допустим, это можно с помощью сахара сделать. И в то же время какая-то такая свежая кислинка есть. У вас какие варианты? Возможно, это сделано из киви. Киви. Слушай, да, может быть, действительно киви? Нет. Не киви? Не киви. Ну, а что? Очень вкусно. Возможно, из крыжовника. Крыжовник, вы думаете? Вот я тоже думаю, что крыжовник, потому что из зелёных ягод я больше ничего не припомню. А здесь есть и вот эта вот, знаешь, такая мясистость, как у крыжовника, и в то же время кислинка, но только без косточек. Попытка хорошая, конечно, но не к рыжовник. На городе не растет точно. Да, да. Ну, вообще. Ну, что это такое же? Говорите. С морем повязано, подказочка. С морем? Поскольку это явно не рыба, то я припоминаю морскую капусту, о которой Света очень много раз говорила, что это необыкновенно полезный продукт. Так что, это джем из морской капусты? Абсолютно точно. Это джем из морской капусты, но более того, у нас сегодня будет и джем, и хлеб с добавлением морской капусты. Ну, вы попробовали этот джем с хлебушком, и хлеб вам тоже показался, да, необыкновенным. Слушайте, ребята, это очень приятный сюрприз в начале разговора, который мы сегодня посвятим, как я теперь понимаю, морской капусте. Да, это правда. В стародавнем Китае ламинарию называли морской женщине. Ее застосовывали для полепшения прецедатности, восстановления сил и даже для сходления. И не даромно, оскільки калорийность его продукта очень низка. У склада морской капусты есть стерины, биохимически важливые речевины, которые активно борются с холестерином. Не дарома японцы, которые систематично едят морскую капусту, на атеросклероз творят в 10 раз больше, чем в мешканцах других стран. Если использовать ламинарию регулярно, можно истотно полепшить стан крови, очистить ее, вывести из организма радионуклиды, восстановить баланс витаминов и даже нормализовать менструальный цикл. Хочу похвастаться. Вот наши сегодняшние герои. Это хлеб. Выглядит отлично. И он по вкусу замечательный. И джем, который уже Надя успела попробовать. Так что сегодня, пока вы будете обсуждать все свойства морской капусты, я буду готовить. А я буду у тебя расспрашивать все подробности, чтобы мы с вами этот опыт усвоили и применяли у себя на кухне. Но начнем. Пока Сережа работает на нашей импровизированной кухне, мы поговорим и о пользе этого продукта, и с помощью кости разберемся, как правильно выбрать качественную морскую капусту. Мы всегда говорим о том, что приготовление продуктов питания влияет на их химический состав. В морской капусте есть альгинаты, которые под действием термической обработки, наоборот, активизируются. Альгинаты – это сорбенты. То есть это очень полезные вещества для нашего кишечника, для нашего организма, которые его очищают. То есть вот такой вкусный джем из морской капусты, как бы неожиданно это ни звучало, содержит не меньше полезных веществ, чем морская капуста, которую мы обычно едим в свежем виде, да? О, как здорово! То, что морская капуста не боится термообробки, это ее величезная перевага. Но мы можем наразиться на небезпеку, если купим неяческую морскую капусту. Как же ж обрати правильно и не помилиться? Среди трех популярных видов морской капусты, которые представлены на вещественном рынке, а это замороженная морская капуста, свежая, высушенная и маринованная, або консервована. Кстати, Сереж, какие из этих трех видов морской капусты ты будешь использовать для приготовления джема? Сухая капуста – это будет основной у меня ингредиент для приготовления. Но джем уже будет сделан из капусты, которая замочена. Сухая пойдет в хлеб, как небольшая такая вкусовая добавка. Покажу, как правильно обработать для того, чтобы она была пригодна к употреблению. Ага, то есть джем из сухой морской капусты. Да, тоже у нас идет в наше блюдо. В хлеб идет мука, яйцо, дрожжи, соль, сахар. Грецкий орех молотый пойдет внутрь хлеба. Кунжут пойдет как присыпка сверху, вы уже видели. Для джема, в принципе, все понятно. Туда идет немного воды, сахар, капуста и корица, немножко гвоздики и лимонная кислота. Мы не будем тебе мешать своими полезными разговорами. Буду вас внимательно слушать и заодно работать. Умничка. Перед нами на цьому столе суцильные таемницы. И поступово мы их всех будем открывать. Ну, оцей темный куб – это та ложка дегтю, яка может все-таки зипсувати величезную бочку меду, якою, в принципе, и морская капуста. А вот первое – это объект нашего исследования – свежая мороженая морская капуста. И наши украинские споживатели могут найти в магазинах, в отделе, там, где продается свежая мороженая рыба. И для того, чтобы придбать качественный продукт, ну, первое за все, смотрите, чтобы температура в холодильнике была не выше, минус 18 градусов. Правила хранения замороженной морской капусты во время продажи в магазине, такие же, как и для других замороженных продуктов. Ты нам когда-то подробно об этом рассказывал. Но, что касается морской капусты, посмотрим на ее внешний вид. Идеальная свежая морожена морская капуста должна быть темно-зеленого или зеленого цвета. Она должна быть ровненькой, без грудочек, не перемороженной. Вот, посмотрите, плохой изображение. Эта капуста уже, очевидно, была разморожена. Мы имеем тут грудочки льоду. Вона такая вся заморожена. Если ее разморожить, то такая капуста может перетвориться на мясо. А это нам в жодном разе не нужно. Дивимось, чтобы на упаковке была дата, когда она выготовлена. В каком месте. До речи, найкраші місця, звідки надходить до нас морская капуста, это ареал Японского и Охотского моря. То есть, страны-виробники. Это Япония, Китай, Корея и Россия. Если морская капуста собрана, например, в Баренцевом море, то брать такой продукт я не рекомендую. Потому что за досліджениями Мурманского морского биологического института з'ясовалося, что в водах этого Баренцевого моря было понад 2,5 тысячи шкодливых забруднений. И, оскільки морская капуста очень смоктует у себя, усі негаразди, которые есть в море, то есть такой продукт из Баренцевого моря не рекомендовано. А что, на упаковках со свежемороженой морской капустой пишут, где ее собрали? Добросовестные реализаторы обязательно это пишут. И, если это не написано, то мы, покупцы, маємо право поставити таке запитання тому, кто продає цей продукт. Морская капуста замороженная, она сырая, либо приготовленная, либо в сухом виде. Это одно из богатейших растений на планете Земля, потому что море само по себе отдает все то, что в нем содержится. И все микроэлементы, такие, например, как кальций, как магний, калий, и железо, и марганец, и медь, и очень много. Но на мой вкус это вкусный продукт питания, не только полезный. И важно очень употреблять его людям, которым нужно заниматься профилактикой заболеваний щитовидной железы. Сереж, ну ты сегодня не используешь свежемороженую морскую капусту, но наверняка знаешь, как ее правильно разморозить, потому что в таком-то виде мы же ее не будем есть. Есть советы по разморозке морской капусты, их надо знать. Первое, необходимо разморозить ее в холодной воде. Не доставая из пакета, да? Да, то есть она оттает, потом ее нужно залить холодной водой и примерно 15-20 минут проварить. Слить потом первый отвар, залить еще раз водой чуть-чуть теплой. И второй раз проварить тоже 15-20 минут. Это даст нам возможность, во-первых, улучшить вкусовые качества, во-вторых, то, что Светлана говорила, термическая обработка помогает активизировать полезные вещества. Так что получается? Мы что, не сырую морскую капусту едим? Нет, конечно. Нет. А ты думала, сырую? Честно, я думала, что маринованная морская капуста, вот которая в магазине или в консервах продается, что это сырая морская капуста? Нет, Надю, это абсолютно не так. Я же был на заводах, не готуют маринованную морскую капусту, и там абсолютно та самая технология. Лише объемы трошечки инши, и инши котлы, не кастрюлька, а великие котлы. И все же таки в большинстве вещественных виробников используется не свежая морская капуста, потому что это более тендитный, деликатный продукт, а сушеная морская капуста. И именно про сушеную морскую капусту пойдет далее мова. Кстати, Сереж, ты уже добавлял сушеную морскую капусту в тесто, которое приготовил? Да, добавил. Расскажи, как это правильно сделать? В принципе, при замешивании теста то же самое, как добавляются сухие ингредиенты, типа орехи или, например, кунжут, когда в хлеб добавляется. Тут уже по вкусу, кому сколько нравится. Четких пропорций нет? Нет. Открываем наступную таемницу. Все очевидно. Два пакетики с сушеною ламинареею. Вот скажите мне, будь ласка, где тут якесный продукт, а где не совсем? Я бы сказала, вот это вот якесный, а это не очень. Правильно. Ну, я иншої ответственности и не ждал. Ну, вот это выглядит, как какая-то сушеная, даже седая, я бы сказал. Сухая морская капуста продается в магазинах, в отделе для суши, або в аптеках, або можно ее замовить через интернет-магазин. Морская капуста сушена має бути равномерно нарезана, не має бути пересушеною, не має розпадатися. Ось, подивите, який блідий колор. И она уже перетворюється на тирсу, ледь-ледь до неї доторкнешься пальцем. А, все ж таки, суха морская капуста має не розсипатися. До речі, термін придатности морской капусти дуже тривалий, до трех роков. Але недобросовестные реалізаторы, безсовестные люди можуть ее подовжить, и мы про это даже не дизнаемося. И тому в таком случае, мы смотрим на внешний взгляд, ось такая морская капуста, она уже явно залежалася, ей понад три года, и таку мы не будем купувати. Морская капуста, которая высушена в сухом виде, она концентрирует в себе очень большое содержание и йода, и других полезных микроэлементов и витаминов. Услышав о полезных свойствах, люди сразу бросаются и начинают это потреблять и поглощать практически ежедневно в больших количествах. Особенно, если морская капуста им понравилась. Количество, которое ее можно употребить, это буквально одна чайная ложка в день. В одной чайной ложке сухой морской капусты практически содержится около суточной дозы йода. Перебор по количеству может сослужить не очень хорошую службу. И вот сейчас продается, например, соль, к которой добавляется морская сухая капуста, и таким образом тоже можно проводить профилактику йода-дефицита. У нас территории подвержены очень риску заболевания щитовидной железы, особенно горные районы нашей страны. Морская капуста в этом случае является очень хорошим источником йода, и добавление ее в хлеб, например, или в другие кондитерские даже изделия, они дают возможность заниматься активной профилактикой йода-дефицита в стране. И еще надо враховывать, что под час термообработки сухая морская капуста сближается, ну, что наименьше, в 5-6 раз в своем объеме. А если ее использовать в размоченном виде, да? Если ее замочить, проварить, то она сближается раз в 5. А я бы даже сказал раз в 10 примерно. То есть где-то из 25 граммов сухой капусты, по данным, которые я во время приготовления понял, что получается порядка 300 граммов уже нормальной размоченной капусты. Как это правильно сделать? Ведь ты же для приготовления джема, насколько я понимаю, как раз изначально сухую морскую капусту и использовал? Да. Нужно ее несколько раз промыть, вот как мы рис промываем, да, чтобы все-таки частички земли, песка, которые есть, вымойть. После этого заливаем водой комнатной температуры, оставляем. Минимальное время для замачивания капусты это 10-15 минут. Ну, можно оставлять до 2 часов, тогда раскрываются все ее ароматические свойства, она станет даже чуть слаще. И джем получится еще вкуснее. Абсолютно точно. Ну, а потом? Потом уже можно использовать ее в том виде, в котором необходимо. То есть ее можно и жарить, ее можно тушить, можно в нее добавлять сахар, специи. Слушайте, ну вообще для меня сегодня день откровений и открытий. Я, конечно, стараюсь употреблять морскую капусту маринованную или в консервах, но часто мне не нравится ее вкус. Она как-то и отличается по вкусу от партии к партии. Может быть, я неправильно действительно выбираю маринованную капусту? Оскільки це найпопулярнейший вид морской капусти, вона бывает в пресервах продается, в таком выгляде, а бывает в закрытом. Ось такая стерилизована бляшана баночка. И, до речи, у меня в жизни есть своя властная история. На начале 90-х в магазинах ничего не было, и я купил в Миколаеве морской капусты. Два ящики. Консервы? Консервы. В одному была морская капуста просто, а в другом деликатесная и с кальмарами. Так вот мы с моим майбутним кумом, мы тогда еще были студенты, ну, мабуть, что півроку ели эту морскую капусту, и он меня на ней присадил, потому что у него первая освита – это фельдшер, майже лекарь. И он доводил, что это очень полезно, а мне она была такая плохая, несмачная. Но, знаете, тогда меня это спасло от голодной смерти, и я навсегда благодарен морской капусте. А сейчас другая морока. Нам, родителям, нужно уметь переконать своих детей, чтобы они любили этот продукт. Дефицит йода у детей, особенно в раннем детском возрасте, может проявляться умственная недостаточность. То есть у ребенка плохо развивается мозг, у него есть очень большие проблемы с психическим развитием, поэтому йод в обязательном порядке должен входить в наш рацион. И морская капуста – один из очень важных источников йода. Мені це не дуже вдається, але потихеньку дітей до цієї морской капусти присаджую. Прежде чем мы начнем говорить приемные речи про маринованную морскую капусту, поговорим про небезпеки. А вони таки теж можуть бути у цьому продукті. И саме зараз час відкрити наш чорний куб. Увага! А что это? Дива продовжується. Оскільки морская капуста – это дар моря, то у нас тут імпровизованное морське дно. Перша небезпека – оцид. Уксусная кислота является мощным, достаточно окислителем, то есть она вызывает кислотный сдвиг в организме, поэтому ее использовать вообще в принципе нежелательно. Ну, добавлять можно, но лучше натуральную какую-то. Я хочу вывести такую формулу. Морская капуста плюс уксус – изменение свойств йода. Не равняется йод. То есть йод практически в такой морской капусте становится неактивным и можно эту морскую капусту не употреблять. Она бесполезна. Она не бесполезна с точки зрения содержания других веществ. Нам, споживачам, дуже важко віднайти ідеальный вариант морской капусты, тому що я знаючи все те, про що рассказала Светлана, постійно на цих полицях вишукую те, що мені потрібно. Тому що там дуже багато різних додатків, багато оцту і різні морепродукты додають і так далі, і так далі. А ідеальний варіант до складу має входити морська капуста, сіль, олія і лимонна кислота. В жодному разі не оцин. Давайте обрати внимание на нашого кулинара, Сереженька. Що ти там громко помешиваєш, привлекая наше внимание? Делаю сахарний сироп. Я розвіл примерно полкилограма сахара в стакане води, добавил чайну ложку лимонной кислоты і вот зараз ввожу до кипення, потім погружу туди капусту. На мелком огне буду її проваривать минут 20. А вот там вже подготовлення морська капуста, яка із сушеной превратилась в таку доволі мокрую. Да, капуста вже напитала в себе воду і стала пригодна к дальнішому використовуванню. Действительно, я, як вже сказали, замочил, потім розмолол в блендере, і вот получилась така мелкою вже рублення капуста, которую можна дальше використовувати для джема. Тем временем, тесто для хлеба, який ти сегодня нам приготавиш, подходит. Це дрожжеве тесто, і вот видно, що ти добавила сюди ламинарию, то есть сушеную капусту. То есть можна добавляти по вкусу, скажем так, і по внешнему виду, кому как нравится. І, естественно, як я часто це советую, готовте сами. А в случае з морською капусту це вообще элементарно, просто получится полезно, чем покупати готову. І ми ще вернемся к вопросу, почему намного полезні і безпецніше приготовити блюда дому, ніж ли іноді купити в магазині. Да, Костя? А ми знову пірнаємо в аквариум із небезпеками, які можуть чатувати на нас. І наступна неприємність – це Е211, консервант. По-моєму, подобну пищевую добавку ми обсуждали раніше. Е211 – це добавка, яка називається бензоат натрия. І цей бензоат натрия, він, вступав во взаємодействі с аскорбиновою кислотою, перевращається в бензол. Це канцероген. І для нашого організму це дуже опасне вещество. Він запрещен, як в некоторых країнах миру, використання як пищевої добавки. А во-вторых, при взаємодействі з іншими компонентами, морська капуста може становитися аллергеном. І я хочу ввести ще одну формулу. Морська капуста плюс бензоат натрия равняється аллергії. Человек употребляє морську капусту, не подозреваючи в тому, що именно вона є причиною такого страшного недуга. Тому треба дуже внимателно исследувати упаковку. І якщо там є Е-211 бензоат натрия, не треба брати. І це вже все опасності? І є там у тебе ще якісь? Є дуже специфічна небезпека. І зараз ви мені скажете або не скажете? Що це за медуза у тебе? Що це таке? Це вообще поліетиленовий кулещик, який може попадати з морською капусту в наш раціон. Майже правильно, Света. Але не разом з морською капусту, а, ну це взагалі кримінальні випадки, якщо таке трапляється, але таке буває, що замість морської капусти недобросовісні, просто такі злочинці люди можуть використовувати поліетилен. І докази цього є. Зайдіть в Ютуб, ви побачите, як у Китаї підробляли морську капусту. І більш того, такий продукт міг потрапити на український ринок яким чином? Тому що партію такої капусти виявили у Ростовській та Білгородській області. Це зовсім поруч із кордонами України. Нам треба бути уважним. Якщо ми маємо справу із фальсифікованою морською капустою, то перше, що нам може на це вказати, це її колір. Колір несправжньої морської капусти, він дуже світло-зелений, майже салатний. На дотик вона така, як начебто гумова. І взагалі за структурою вона не схожа. На справжню вона дуже слизька. Ось я беру її в руки. Неприємно. Подивися, тягнеться. Тобто це абсолютно не той продукт, на який ми сподіваємось. Ну, і якщо ви хочете точно бути впевненими, що перед вами не підробка, можна зробити простий тест. Беремо підозрілу капусточку і нормально додаємо крохмаль. Перемішуємо. Ми вже бачимо, що крохмаль у цій тарілочці починає стає синім, а у цьому зразочку колір ніяк не змінюється. Будь-хто, хто гарно вчив хімію в школі, і пам'ятає, що крохмаль разом з йодом дає синій колір, що ми і спостерігаємо у зразочку з нормальною морською капустою. А там, де не морська капуста, колір фактично не змінився, просто став зеленогуватим. Ми маємо справу із підробкою. Будемо вірити, що нам фальсифікована морська капуста не трапиться, але якщо мова йде про нормальний продукт, то тут існують свої правила вибору. Звертаємо увагу на зовнішній вигляд маринованої або консервованої морської капусти. Вона має бути в товщину півтора-два міліметри. Довжина самої капустинки, ну, десь 7-8 сантиметрів. Далі, дивимося, щоб розсіл був прозорий, немутний. Сама кількість розсілу покривати може морську капусту, ну, десь відсотків на 30, не більше. В іншому випадку ми просто будемо переплачувати за воду. І, тобто, нас знову ж таки обдурюють. А ще дивіться, щоб продукт, який можна подивитися, в більшості він все-таки прозорий у паковці, не був схожий на місиво, як ось, наприклад, тут ми бачимо. Тобто, сама морська капуста має бути пружною, не жорсткою, і в жодному разі не перевареною. Тому що те, що я бачу тут... Це переварили, да? Це переварили, або вона застаріла, але це не нормальний варіант. Похоже на таку стару, переросшую капусту. Так. Костя, а часто продають на розвес мариновану капусту морську. Стоить ли таку брати? Ну, я не можу сказати, що зовсім не варто, але ми маємо пам'ятати про небезпеки продуктів, які купуємо на вагу. Ну, по-перше, ми не знаємо точний термін їхньої придатності. Коли і звідки надходить ця сировина. Якщо ми маємо в упаковці, то там все написано. Добросовісні виробники пишуть достатньо інформації. Потім ця продукція контактує і з повітрям. А з повітрям надходить до ламінарії і всілякі мікроби. І таким чином морська капуста швидше псується. Якщо ви купили, наприклад, консервовану морську капусту в железно-металічній банці, її, по-перше, краще переложити, щоб вона зберігалася і не контактувала більше з матеріалом. Крім того, хранити її потрібно не більше двох суток в відкритому віде. І ще, коли ми купуємо закриту консервовану морську капусту, ми не знаємо, що всередині. А всередині, згадуючи свій досвід 20-річної давності, можуть бути і камінці, і пісок, і все, що завгодно. Але якщо таке трапляється, то мінімум, що ви маєте зробити, це вдома під струменем води, все ж таки промити цей продукт, але одразу. Судя по ароматам, які доносяться з нашої імпровізованої кухні, джем готов? Ну, практично вже готов. Можна, кстати, готовность определити простым способом, коли ви обратної сторони ложки проводите по дну сотейника, а якщо остається така бороздка, ну, она потім, естественно, обратно возвращається, то це вже правильна консистенція джема практично у нас вже готова. Сереженька, цей джем можна, як і любой другой джем, хранить какое-то время в холодильниці, чи в погребі в холодному місці? Абсолютно точно. Естественно, треба його охладити, положити в стерилизовану банку, і, в принципі, хранити точно також, як і все остальні. Какой все-таки удивительный продукт мы сегодня изучаем. Но неужели все так безоблачно, никаких противопоказаний? Если у человека есть какие-то заболевания щитовидной железы, где йод противопоказан, они должны обязательно посоветоваться с врачом, можно ли ему употреблять морскую капусту или йод в такому натуральном виде. Потому что иногда бывает состояние, при которых йод запрещается вообще в любых морепродуктах тоже. Следующее, есть аллергическая реакция на сам непосредственно йод, и поэтому у людей, кушающих морскую капусту, где его содержание высокое, может быть просто банальная аллергия. Даже независимо от того, добавлен туда какой-то консервант или нет. И третье, это то, что может связано с работой быть пищеварительной системой. Если есть проблемы особенно гастрита или есть проблемы заболевания кишечника, то, как правило, использование морской капусты, особенно тщательно непережеванная морская капуста, она может раздражать нашу пищеварительную систему и вызывать неприятные ощущения или обострение каких-то заболеваний. Важно придерживаться такой дозировки. Хотя бы три раза в неделю можно использовать на ламинарию в своем рационе, добавляя ее либо в салаты, либо просто используя это как салат самостоятельный. Сережа, и напомни, пожалуйста, как ты готовил джем из морской капусты. Для джема из морской капусты я взял сушеную морскую капусту, сахар, ваниль, корицу, гвоздику и лимонная кислота. Сушеную морскую капусту отварил в течение 10-15 минут и из 100 граммов сушеной у меня получилось почти 1 килограмм отварной. Остудил, пропустил через блендер, полкилограмма сахара растворил в двух стаканах воды, перелил в кастрюлю с толстыми стенками и на медленном огне приготовил сахарный сироп. При этом добавил пару ложек лимонной кислоты. Залил измельченную капусту сахарным сиропом, оставил вымачиваться, затем поставил на средний огонь и варил около 20 минут. Необходимо добавить пряности и практически все готово. Я замесил тесто для хлеба. Идет мука, молоко, теплую воду, дрожжи, соль, сахар, растительного масла, измельченную сушеную морскую капусту, яйцо, грецкий орех молотый пойдет внутрь хлеба, кунжут пойдет как присыпка сверху. Взял теплую воду, молоко, растворил в них соль, сахар и дрожжи, добавил немного растительного масла, в миску насыпал просеянную муку, сделал углубление, ну как обычно, и в него вливал далее молочную смесь, измельченную сушеную морскую капусту, также добавил немного измельченных грецких орехов и замесил тесто. Теперь я, собственно, накрываю миску полотенцем, оставляю в теплом месте примерно на полтора часа, чтобы тесто подошло. После все просто, нужно смазать яйцом, посыпать кунжутом и выпекать примерно 40 минут при температуре 200, ну 220 градусов. И самое главное, еще несколько рецептов вкусных и оригинальных блюд из морской капусты я сегодня выложу прямо на сайт Себуды Добре, так что заходите посмотреть. Узнав так много о полезной морской капусте, вы точно полюбите этот продукт и, что радует, сможете выбрать настоящую качественную морскую капусту. Спасибо вам огромное за советы. Привіт! Я радий вас бачити тут, на Ютубі. Если вам понравилось, то залишайте свой комментарий и делитесь ним у социальных мережах. А еще подписывайтесь, и вы першими будете бачить новое відео шоу «Все будет добре». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова